В органах внутренних дел двумя основными службами, которые занимаются раскрытием преступлений, являются службы участковых, уполномоченных и уголовного розыска. Если участковые – это те люди, которые находятся на виду, то работа сотрудников УГРО проходит, можно сказать, за кадром. Но переоценить важность их труда невозможно. В преддверии столетия уголовного розыска мы пообщались с начальником УГРО по Славянскому району Самвелом Сукасяном. Сообщения о совершенных преступлениях поступают сотрудникам уголовного розыска несколькими путями. Но каков бы ни был характер обращения, от интернет-мошенничества до убийства, каждое из сообщений будет детально изучено следователями. Последнее преступление, которое было совершено в Славянском районе, очень жесткое, резонансное, это убийство на пункте металлоприемки, металлолома на Маевском шоссе. Мы две недели жили на работе, мы раскрыли это преступление. Просто вздохнули, чтобы, знаете, как люди свечают, там Новый год без долгов, так вот мы хотели сто лет уголовного розыска без каких-либо багажей, таких очень жестких, жутких, нераскрытых преступлений. Снимать лица сотрудников уголовного розыска нежелательно, ведь часто их работа проходит под прикрытием. Но начальник службы отмечает, что сотрудники все молодые, опытные, отлично знающие свою работу и показывающие хорошие результаты. С 2012 года у нас нет ни одного нераскрытого убийства на территории Славянского района. И я считаю это заслуга, прежде всего, кого? Людей, коллектива, которые здесь работают, которые не в кавычках гордятся своей работой, поднимаются в любое время дня и ночи, едут, раскрывают преступления, не жалость ни на что. Раскрытию дел помогает все. От случайно послушанного на улице разговора до оставленных на месте преступления курков или следов. Здесь рука об руку с уголовным розыском идут эксперты-криминалисты. К слову, эта служба свое столетие отметит в следующем году. Вооружившись криминалистическим чемоданчиком, они могут по мельчайшим фрагментам ДНК и отпечатков пальцев помочь найти преступника. Но вот с чем криминалистам не справиться, так это с очень ответственным сектором работы УГРО – поиском пропавших людей. Мы принимаем любые заявления. Каждое заявление отрабатывается. Также их отрабатывает огромное количество. Вот вчера за сутки было три заявления о просьбе найти тех или иных людей. У одного там мама, которую он забыл проведать, оказалась в больнице. Он вспомнил о маме, прибежал к нам в отдел, писал заявление. Другой человек там ищет свою сестру. Третий написал заявление о том, что ищет свою первую любовь. То есть как бы люди считают, что здесь тоже программа «Жди меня», но тем не менее мы обязаны принять заявление от всех и искать людей. Если розыск преступников, он очевиден, да, эти люди живые, они где-то находятся, их нужно найти обязательно, то без идти пропавшие – это немножко другая ситуация. Есть несколько материалов, где мы уже ищем на протяжении нескольких лет. По нашим предположениям, да, эти люди могли погибнуть в результате несчастного случая. Это очень такое тяжёлое и ответственное направление в нашем подразделении. И ему придётся особый статус и свои оценки и деятельности данного подразделения. Об объёмах работы в службе уголовного розыска говорит то, что уже в конце сентября этого года количество поступивших для рассмотрения в угру дел вплотную подошло к цифре 900. Конечно, не все они являются уголовными, по многим оформляются отказы, но и для этого каждое из поступивших сообщений нужно внимательно изучить, чтобы установить, есть ли в нём состав преступления, и если он есть, найти виновных, которые должны понести заслуженное наказание. Мария Климова, Игорь Иванчуков, программа «События».